йоу-йоу сегодня я вам покажу 6 отличных гринет лаунчер карт то есть карт где у нас есть гранаты и только гранаты они отлично подойдут как новичкам так и про игрокам так что давайте будем затягивать поехали итак первая карта beer tricks 1 и как мы можем наблюдать она достаточно простая нам дается очень много гранат целых 200 штук и нам нужно собственно задача достаточно тоже простая как и сама карта нам нужно просто туда перелететь с одного гринейт джамп будем называть гаджи наверно я не знаю в общем то я ее побегал минут 10 наверное на ней прыгал даже начинал немножко нервничать потому что не перед не получалось перелететь но это оказалось достаточно просто единственное тут нужно просто отлично соблюдать диагональную траекторию чтобы вам хватило до туда и желательно конечно использовать волстрейф чтобы набирать скорость беспрерывно не факт что я сейчас пройду я пару раз еще попробую и пойдем дальше ну вот как то так то есть нужно отлично просто соблюдать именно диагональную скорость именно чтобы вам хватило высоты долететь до сюда а дальше уже дело техники ну самое простое как раз для оттачивания обычного гринейт джампа так что давайте поедем дальше итак следующая карта гл-тауэр она достаточно простая спектатором пролечу не буду ее проходить я естественному по госту мы видим я проходил дает нам в начале броню хп дают очень много гранат и постепенно залази так скажем залезая наверх нам дают то хп то броню то снова хп то снова хп тут у нас начинают появляться вот такие вот выемки в которые нам нужно будет закидывать гранаты закидываются не просто выстрелом наверх если мало никто не знал но подробнее по гранатам всегда можно найти у нас в плейлисте defrag teoria как их использовать более эффективно и здесь естественно уже отличная тренировка здесь у нас целых три отверстия под гранаты здесь два отверстия под гранаты то есть все достаточно оптимизировано и вот это у нас финиш который мы заходим и оказываемся на старте и сама суть этой карты в основном в том что здесь нужно наперед очень много закидывать и все это таймить потому что мы встаем здесь пусть на был жампом залетаем сюда кидаем здесь гранату кидаем наверх залетаем отсюда кидаем туда наверх здесь эту ловим прыгаем залетаем сюда и так далее то есть вплоть до сюда может вот досюда даже можно с одной гранаты залетать поэтому дерзайте и удачи вам в этом а на этой карте нам понадобятся небольшие 4 вероятно потому что она не самая простая как вы как вы видите я ее прошел за 2.40 мое первое прохождение естественно все карты я сам поиграл потестил как бы не без этого в любом случае для таких видов роликов в общем-то карта на и тест тоже очень старенькая карта нажимаем на кнопку открывается дверь и падаем вниз и вот здесь я даже здесь начинал тупить но потом я разобрался нужно нажать ту кнопку гриной джэпом джампа была перелететь нажать кнопку и вернуться успеть обратно давайте попробуем так все получилось и вот здесь у нас шутер появляется то есть нам стрелять не нужно по приближении к этому шутеру по триггеру а даже он по наверно на полу просто стоит это три нужно попробовать затаймить у меня получилось гораздо лучше здесь мы нажимаем кнопку выстреливает нам граната и мы должны затаймить и особом давайте попробуем почти md32 не прошел зря до и называется да вот застук залетел ну получилось у меня вот со второго раза уже гораздо эффективнее это все сделать и здесь тоже интересный достаточно момент здесь нужно гранату так кину чтобы она не успела скатиться забрать угол сюда и вот здесь вот у нас тоже интересный момент нажимая на кнопку мы нам выстреливается отсюда граната попадает мишень и нам нужно так как у нас гранаты забрали нам нужно с этого грин и джампа нажать на кнопку и тогда мы финишируем давайте попробуем даже гранат не получил тут еще такая проблема этих гранат шутерных что они если попадают в тебя они не прыгают насквозь они взрываются поэтому нужно таймить очень аккуратно получилось до 4 вот такая вот карта реально рекомендую если проходить на скорость если даже просто потренироваться очень хорошая карта на тайминге особенно тайминге собом позволяют очень хорошо начинать чувствовать сам тайминг как вы видите я вот уже достаточно пересноровился в общем-то пойдем дальше итак четвертая карта в нашем списке это ран хоукинс от от наших советских дефрагеров мапперов это агрессор и микроб очень классные ребята всем советую ознакомиться с их старыми работами в том числе и демками в общем заходим и в телепорт дают нам гранату с батлсюетом и как мой гост спайлерит вот это вот кнопочка она открывает здесь дверь открывает она ведут достаточно ненадолгое время поэтому нам нужно как то вот сбоку попасть кинуть сразу гранату сюда залететь и тогда уже проходим и то еле-еле успеваем и там вот у нас уже находится финиш и вот здесь вся суть в кнопках в том что можно допустим ну вариаций очень много давайте я не буду прямо спайлерить давайте вы сами подумайте потому что развивать это дело надо я прошел первый раз просто таким вот в x прошел да и не дотяну давайте я не буду наверно проходить давайте нет давайте пройду в общем там финиш не самая прямо простая но если вам нужно на скорость использовать можно использовать там первую кнопку которую я перепрыгивал обычно так что тренируйтесь играйте сами гранаты конечно не очень люблю но информацию передать естественно обязан и предпоследняя карта в нашем списке это гл трт очень старенькая карта от известного своих кругах естественно из в своем времени маппера пиро также эта карта очень нравится насколько я помню энтеру и я не буду ее прямо проходить вы думали что буду а вот и нет в общем-то дают нам вначале гранату и как раньше было заведено нам не дают battle suit потому что речь идет о хардкоре речь идет всегда счете хп и так далее здесь мы с 2 гранат закидывая в такую щель гранату забираемся наверх здесь без прыжка либо с небольшим прыжком с гранаты не даже с прыжка можно опять же гриной джам делаем залетаем сюда и вот здесь на мой взгляд начинается самая жесть нужно таймить гранату во первых с этим джампадом вычистить его траекторию насколько он подкидывает как чего где он в каком месте подкидывать все с этим надо будет разобраться здесь точно также закидываем гранату закидываем гранату сюда отлетаем в этот раз вот уже в противоположную сторону здесь обычные прыжки и вот тоже очень хороший момент нам нужно затаймить гранату так чтобы падая на джампад поднимаясь мы могли эту гранату затаймить то есть кидаем ее примерно наверх то вот так она летит падает здесь где-то взрывается и в это время вы уже летите с джампада и залетаете на финиш такая вот достаточно бешеная карта в плане именно триксинга и таймингов но если вы хотите преуспеть в гранатах я думаю вы должны ее хотя бы попробовать поиграть я в свое время пробовал и мне гранаты не нравится еще раз повторю в общем-то дерзайте ребят классно классная на самом деле очень карта все демки можно у энтера на ютубе думаю найти ну точнее просто на ютубе так что поедем дальше о великий спринги что ты делаешь с ума меня крепших дефрагеров пощади пощади же нас спринг о великий карта ой карта гринейду рейн как эльдорадо только с гранатами и эта карта очень известна по мувику энтера по моему и по демке энтера которую можно очень легко найти на ютубе энтера я также скорее всего очень очень сильно любит проходите конечно же не буду но мы ее обязательно пролетим и я вам попытаюсь рассказать что тут нужно делать в общем берем гранату делаем естественно grina j jump дальше прыг скок прыг скок прыг скок прыг скок прескок еще один grina j ap здесь скорее все можно сгинуть наперёд здесь где-нибудь тоже скорее всего можно закинуть и гранату на период просто прыгаем 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 здесь подбираем гранату а если нам здесь дают гранату значит там где-то отбирают либо У нас ее просто не будет, чтобы закинуть здесь наперед Берем гранату Делаем, естественно, гринейджамп Подбираем патроны, если они нам будут нужны Еще один гринейджамп Берем еще гранату Здесь мы... Это у нас кнопка большая Здесь мы таймим полет гранаты вниз вместе с собой Делаем 2х РЖ Ну, грубо говоря, РЖ, да? Либо можно даже с одного, наверное, выстрел до сюда долететь Но, если вы хотите пройти быстро Естественно, нужно таймить 2 гранаты Забираем, поднимаясь по лесенкам, еще одну гранату Пробегаем дальше Здесь нам дают еще Здесь уже начинается небольшая хардкор В плане того, что нужно затечь щелочку Здесь у нас также Все кнопки-кнопки Зелененькие это все кнопки То есть делаем Рокетджамп Точнее, гринейджамп Можно слиться, по-моему, сразу отсюда Либо добрать отсюда высоты Но, по-моему, интер отсюда сразу отстреливался Дальше прыгскок, прыгскок, прыгскок Карта очень длинная По-моему, она идет около 2 минут То ли минуту Здесь у нас, вероятно, слик То есть стекло Но это не точно Подбираем также гранату Залезаем наверх Здесь, я так понимаю Пройти никак нельзя То есть это у нас абсолютно другой уже уровень Здесь даже клип сделан, чтобы мы чего-то не натворили Здесь таймим несколько гранат Залезаем наверх Отсюда мы стрейфим, стрейфим, стрейфим Попадаем в телепорт С телепорта выходим Здесь также обычные гринейджампы То есть здесь очень много тайминга Очень-очень много Нужно вам будет здесь таймить Очень много вы будете материться, как и я Очень много вы будете речквитать отсюда Здесь у нас рокетджамп Точнее, гринейджамп Отстреливаемся от стены Залетаем сюда Здесь мы тоже отстреливаемся Скорее всего 2х Залетаем вот сюда Отсюда Отстреливаемся, отстреливаемся, отстреливаемся Падаем сюда И это еще не все И здесь мы тоже таймим 2х Залезаем наверх Берем квад, который дается, по-моему, на одну секунду Таймим быстренько гранату Пролетаем вот сюда Здесь аккуратнее не упасть Потому что здесь телепорт Слава богу, не килл Проходим дальше Здесь также с одной гранаты, по-моему, можно залететь Зеленые-то кнопки, очевидно, надо в них стрелять Проходим дальше Здесь Надо очень сильно оттолкнуться, чтобы По этой наклонной, по которой нельзя прыгать Мы смогли подняться наверх Здесь также таймим 2х Залезаем сюда Здесь берем гранату Таймим ее По-моему, здесь как-то Надо было стрелять вниз Она падает Как-то По-моему, да Здесь надо было стрелять вниз Чтобы она Граната упала туда Поднялась И вас Подтолкнула Но это не точно как-то Слишком мало расстояния Или это в другом месте где-то будет Так Здесь мы ничего сделать не можем Потому что мы сюда не заберемся Значит, идем в обратную сторону Берем гранаты А потом уже залезаем сюда Поднимаемся Туда, в щелочку Кидаем наперед Здесь у нас гранату Скорее всего отберут Либо не отберут Но эта щелочка Позволит вам очень много Сократить времени Если вы Проходите именно на скорость Здесь мы Преодолеваем водную преграду Точнее мы, скорее всего, по воде Там мы в воде находимся По кнопочкам стреляем Все быстро это проходим Прискок-прискок Здесь также Абрампу Таймим Таймим Точнее Абрампу Спотыкаемся Подлетаем на эту кнопку До туда вот Долететь вряд ли получится Хотя в цпм Возможно это Реально Потому что по ампе Можно сделать даблджамп Но, тем не менее В любом случае Можно сделать отсюда еще Опа Сделать еще один ракетджамп И спокойненько долететь Далее То есть, представляете, да Если бы я это все проходил Мы бы с вами В этом видео До завтра застряли Потому что я гранаты Не умею Не люблю Где надо я могу Задрочиться Но чтобы вот так Это нереально Здесь у нас Сликовые ступеньки Скорее всего И нужно как-то по ним Так просликать Чтобы смочь Долететь после даблджампа До сюда Здесь мы делаем Гринаджамп Либо просто стрейфом В цпм, по крайней мере Скорее всего Просто стрейфом Можем сделать А в цпм-3 Естественно Нужно будет помогать Сегринаджампом И долгожданный Просто Божественный финиш Огромнейший респект Спрингу За то, что Замапил данную карту Это просто Целый полигон Триксов С гранатами Она у нас Последняя в списке И В принципе Это на этом все Всем спасибо И Ну Ждем Следующих Видов Видео Такой вот Неплохой Список карт У нас получился Целых 6 штук Я думаю Этого будет вам Предостаточно При желании Конечно Можно найти еще И я возможно В дальнейшем Еще найду В принципе По пушкам Это все Я думаю Еще сделать Видео По Эккураси Картам Где надо Стрелять С рейла По мишеням Но Очень много Работы Будет В ближайшем Будущем Поэтому Не знаю Как оно все будет В общем то В любом случае Надеюсь Что это видео Было для вас Полезным Спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите обязательно Комментарии По каким картам Еще сделать Можете Свои карты Также присылать Мне в личные сообщения Куда то Либо в дискорде Либо в контакте А на этом все Спасибо всем огромное Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр